МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот иногда смотришь на себя в зеркало и думаешь, ну вот я один человек, и хочется в какой-то момент стать совершенно другим человеком. Мне кажется, именно это думают девушки, которые отправляются к Лене Мартин для того, чтобы полностью изменить свою внешность. Это реалити-проект «Идеальная женщина». Не переключайтесь. Здравствуйте. Меня зовут Алина. Я работаю в студии красоты Лины Мартин. И сегодня для нашей участницы мы будем делать яркий макияж в золотистых оттенках. Так как это актуально перед Новым годом. Итак, приступаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, а что за помада это? Помада «Мэтт Ми» оттенок «Беов де Суит». Она очень идеально подходит тканям глаза. Ну, такая легкая, нюдовая, устойчивая матовая помада. Привет, Уфина. Меня зовут Лина. Мы с тобой видим сегодня впервые. Я смотрю на твои волосы. У тебя красивая длина и хорошая структура волос. Но хочется добавить и яркости, и формы. Поэтому сделан от себе сегодня яркий оттенок. Это добавит блеск к твоим волосам и форму. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Ну вот, мы и закончили. Тебе нравится? Отлично. Я в восторге. Студия красоты Лина Мартин – это место, в котором творится красота. Лина Мартин является стилистом, участницей международных конкурсов в сфере бьюти-индустрии и колористом-технологом продукции Redken. В студии Лины Мартин вам создадут самые стильные образы. А дипломированные визажисты сделают макияж для любого случая жизни. Студия красоты Лина Мартин славится своими фэшн-фотосессиями и обучением парикмахерскому искусству и макияжу. Телефон 8-963-907-05-90. Адрес Карла Маркса 57. Я нахожусь в студии Лины Мартин. Мне сделали макияж, мне обновили прическу, подстригли волосы, покрасили, затонировали цвет. Результатом я очень довольна. Спасибо. Привет. Меня зовут Руфина. Мне 33 года. Я работаю в Кабаре с Рикоза администратором. Очень люблю свою семью. Люблю улыбки, смех и хорошую музыку. Не люблю, когда холодно и грустно. В свободное время читаю книги. Мечтаю увидеть Париж на Рождество. На проект пришла, чтобы победить и найти новых друзей. Здравствуйте, дорогие телезрители. Вот и наступает тот самый момент, ради которого эти 4 месяца все наши участницы соревновались, состязались, развивались. Развивались, что самое главное, на проекте «Идеальная женщина» 6 сезона на канале М-Телевизион. Я говорю о финальном голосовании. Именно сейчас, буквально через несколько мгновений, мы с вами узнаем, кто же стала победительницей этого сезона. Ну что ж, я отправляюсь на голосование. 16 недель проекта реалити нашего подошли к концу. Сегодня заключительный день. И такого ни разу не было за 6 сезонов реалити проекта, чтобы первое место было уже предопределено. И могу подвести итог первого места. Не буду держать очень долго интригу. У нас на первом месте Альбина Назарова по количеству голосов, что у нас голосовало жюри до этого. Тут уже первенство неоспоримое абсолютно. Но неоспорим был факт. Первого места большинство жюри на прошлых 4 голосовании практически единодушно голосовали за Назарову Альбину. И надо сказать, это все неспроста. Она действительно этого заслужила. Но, как уже сказала Вика, интригу мы сохранили. Сейчас мы вместе с уважаемыми партнерами выберем второе и третье место. Кто же станет серебряным и бронзовым призером, узнаем прямо сейчас. Слава Богу, что сегодня против голосовать не нужно, потому что это самый неприятный момент в голосовании. Поэтому жюри у нас в хорошем настроении. Хвалить это всегда очень приятно. И начнем мы сегодня с Миле Султановой. Традиция хорошая. Мне кажется, ее надо чтить и в следующем сезоне. Перед тем, как я скажу, кто же достоин второго и третьего места, мне бы очень хотелось отметить Гульнарочку. Она действительно очень старалась, очень верила в то, что она победит. Очень жаль, что приз зрительских симпатий ей не достался, но я думаю, что на проекте она получила гораздо больше. И в дальнейшей жизни свой приз она все-таки получит. Если же говорить о распределении второго и третьего места, то мой выбор очевиден. Лиана весь проект шла успешно, нигде не проседала и танец у нее был просто замечательным. Поэтому второе место, по моим подсчетам, уходит ей. Руфина тоже молодец. Она тоже весь проект уверенно шла. И, в общем-то, очень тяжело было распределить места между девочками. Но все-таки, поскольку свой приоритет я отдала уже Лиане, но считаю, что третьего места Руфина достойна. Также я очень хочу отметить Алину. Она пришла на проект чуть позже остальных девочек, но при этом сумела отлично влиться в коллектив. Она очень искренняя, нежная и трогательная. И совсем немножечко я хочу пожелать ей быть чуть поярче. Я считаю, что второе место достойно у нас Руфина. Мы голосуем за нее. И Лианочка считаем, что тоже умничка и достойна третьего места. Я хотела на этом проекте отметить еще и Лиану. Она достойная победительница. И, думаю, достойная победа ей будет на втором месте. Вообще, очень добрый и позитивный человек. Так держать Лиану. А третье место, я думаю, что по праву завоюет Руфина. Я бы хотела отметить Настю. Очень активная девушка, приятная. На всех моих занятиях принимала активное участие. Была заинтересована. Очень раскрепощенная и открытая девушка. Свою огромную симпатию я бы хотела отметить, отдать точнее Лианочке. Невероятная, красивая девушка. Очень сексуальная, чувственная, страстная. И она мне очень импонировала на занятиях. Очень помогала вести, принимала активное участие. Я бы хотела ее отметить. И я отдаю второе место ей. И еще одна девушка, это Руфина. Приятная, добрая, милая. Тоже всегда была активным слушателем и участницей. И очень сильная энергетика. Я бы хотела ей присудить третье место. А все так вообще в целом общие все девушки. Очень сильные, красивые, умные и замечательные. Хотела бы отметить Ирину. Ирина удивила меня на нашем отчетном концерте. Раскрылась вообще со стороны, с которой от нее никто не ожидал. Очень сильная девушка. Она просто справилась с заданием. Неожиданно ни для кого, я думаю так. Свой голос второе место я отдам Руфине. Потому что очень яркая, очень корректная, всегда активная. И если бы можно было поделить второе место на двоих, я бы отдала его Ляне тоже. Но Ляне я отдаю третье место. Для меня сейчас очень сложный выбор. Выбрать между двумя девушками, которых я узнала во время этого проекта очень хорошо. Но явным лидером среди них является для меня Руфина. Я отдаю второе место за нее. Это очень яркий и общительный человек, которого я узнала. И во время общения узнала про нее. Это тот трудоголик, которого я очень стала уважать за последнее время. Третье место я отдаю Лиане. Который тоже достоин второго места, но, к сожалению, только третье. Я не знаю, как для других, но для меня где-то месяц назад я посмотрела гороскоп Альбины. И я уже знала, что она возьмет первое место. У нее звездочки сложились в этом году так. Год очень у нее хороший. И почти там прямым текстом написано «Первое место у Альбины». Я не шучу. Но в свою очередь я очень хотела бы отметить вот эту девушку Ирину. Девушка совершенно раскованная, спокойная и в плане душевном. И характер, очень гармоничный человек. Еще мне бы хотелось отметить Елену. Я ей даже подготовила такой небольшой подарочек в виде консультации. Тоже, несмотря на свою занятость, несмотря на все свои вопросы, которые у нее идут по жизни, проблемы, она ходила на проект, она работала. И работала, вот как мне партнеры рассказывали, активно и во всех направлениях. То есть ко всей своей занятости она добавила еще свое женское развитие. Мне очень нравится эта девушка. А по поводу призовых мест, конечно же, до последнего не могла решиться, кто. И сейчас вот даже не скажу, что точно знаю, но все-таки Лианочка. Лианочка – образец женственности, нежности. Она скорее тянет на образ идеальной девушки, чем идеальной женщины. Поэтому второе место. До определенного момента для меня Руфина шла вообще как несомненным лидером. Но в последнее время немножко она стала сдавать позиции. Поэтому Руфиночка молодец, но третье место. Бьюти-студия «Муза» – это обучение по макияжу. Николаева Евгения – косметолог с 14-летним стажем работы в бьюти-индустрии. Юлия Мэрилес – практикующий стилист, шоппинг-гид. Елена Веденеева – сертифицированный тета-целитель. Студия красоты «Лина Мартин» – это место, в котором творится красота. Луиза Шакирова – астролог, психолог, который поможет вам ответить на многие вопросы. Квики-шоп – это бутик яркой, модной и современной женской одежды. Школа студии красоты «Бэкстейдж» – это место, где работают индивидуально. Габриэль – салон красоты и косметологии бизнес-класса с полным спектром услуг. Женский клуб «Дама Трев» приглашает милых дам на регулярные занятия. Кабаре «Стрекоза» – это бар, наполненный вашими эротическими фантазиями. Сеть салонов «Персона» 15 лет на профессиональном рынке и оказывает более 100 видов услуг высокого качества по оптимальным ценам. Семейный клуб «Любящие сердца» – это место, где каждый сможет найти занятия по своему интересу. Данинби – это секретный рецепт для красоты вашей кожи на основе корня шестилетнего красного женьшеня. Женский фитнес-клуб «Мир Леди Фит» – это территория женского здоровья, грации и красоты. Студия «Познание тела Мандала» – это уникальное место в Уфе. Субтитры создавал DimaTorzok